Здравствуйте, Гнат Тихонович. Добрый вечер. Здравствуйте. Все слышали и видно, да? Да, все отлично. Как вы меня слышите? Да я вижу все, но непонятно, что случилось в прошлый раз. Как-то... Ну, посмотрите как потом, чтобы... Когда буду говорить, выключайте, просто выключите и все. Но потом, где-то не... Ну, хотя бы через час, постарайтесь... Через... Вот внизу напишите у скайпа, как у меня, нормально, ненормально. Пока я проверю. Угу, хорошо. Так, слушаю вас, пожалуйста. Гнат Тихонович, вопросы задаем по соборам. Они так как-то сейчас актуальны, и сейчас многие батюшки этим как-то маневрируют, не хотят говорить правду. Так, ну, в первую очередь вопрос. Вы не против, что все записывается и в интернет выставляется? Нет, не против. Все, давайте. Сколько было всего соборов? Было их много, но которые вошли в книгу правил, это семь вселенских и девять поместных. Ага. Вот. А которые были отдельно в России, там отдельно в Греции, они друг другу не подчиняются. Каждый как... Здесь поместные. Поместные это те, которые были всемирно, так сказать, приняты Восточной Церковью. А остальные здесь, они собирались и в Владимирские соборы, каких не было только. Это для местных. Они их отменяли и прочее. То есть церковь принимает наши, да, девять поместных и семь вселенских. Да, так книга правил издается и 85 апостольских правил. И где-то я сейчас могу не точно сказать, около 13 святых отцов правило их там. Это Тимофея правило, Амфилохия, Василия Великого, Григория Низского, Григория Щедотворца. Они прямо в книге правил так и все печатаются. А вот вселенские соборы, они поместные какие-то принимали, какие-то нет, да? То есть там их много же было поместных церквей. Нет, вселенские это общее, всем. И никто не имеет права изменить ничего. Только вселенская церковь, если бы собиралась. Но она не собирается. Есть такое мнение распространенное, что если будет восьмой собор, то на нем будет уже антихрист. Понял. Подскажите, вот где-нибудь из семи вселенских соборов говорилось о том, что крещение может быть окропительное? Нету. Даже в мыслях этого не было. В первую очередь, что бы потом ни говорилось, то первоначально апостольское правило 49-50-е должны неукоснительно исполняться. Вот в свете этого правила там могут быть какие-то примечания. Там говорится троекратное погружение. А не сказано, теплая или холодная вода. Поэтому во временах, когда был Михаил Васильевич Ломоносов, попы крестили, прямо лед плавает. И он говорит, делай для того, чтобы получить деньги за крещение, а одновременно за похороны. Понятно. Мне приводит Московский собор 1667 года, в котором говорится... Сейчас я скажу, прям прочитаю, как там все это звучит. Патриарх Филарет определил было обращающихся от латинства крестить. Но Большой собор 1667 года, на котором присутствовали два патриарха, восточный и российский, определили определение патриарха Филарета и меньшего с ним собора, признали неправильным. И основываясь на проведенном соборе 1484 года, и на свидетельстве Марка Ефесского, положили принимать латинян в православную церковь через таинство мира помазания. Ну а куда денем теперь апостольское правило, где полное погружение? Они явно, что его отрицают. Значит, никакого значения он не имеет. Хоть тысячу соборов пусть пройдет, но то-то правило они должны взять себе за основу. Они могут только комментировать его, говорить в большом сосуде, в маленьком, там, еще что-то. Но троекратное погружение остается. А если не так, он извержен. И все, кто принимали, они извержены. Другое решение-то. Так же не делается, что я буду это признавать, а то не признавать. Это чисто сектантский подход. Они узко смотрят на истину. Само сектантство, это узел взгляда на истину. Вот, суббота. Ну, суббота, правильно, суббота вечная. А куда мы денем тогда Господа, которого упрекали за несоблюдение субботы? А теперь, если суббота вечная, Господь говорит, творю все новое. Ну, она вечная. Мы это слово должны повторять. Но что означает вечная? И что сама суббота означает? Покой. А где покой получили люди? Они его не получили. Получили тогда, когда Христос вышел из преисподней. То есть, воскресный день. Значит, суббота указывала на воскресенье. И тогда суббота вечный покой чтите, остается в силе. Надо обоснования дать, они никакого не дают. А вообще, с чего их принимать-то без покрещения? Такого и не было. Владимирский собор, почему они его отбрасывают? Он более авторитетный. Никто никогда, нигде никаких правил не давал. А католики с какого времени начали вот так вот баловать себя? Безобразные сейчас сокрещения. Сначала обливание, а потом кропление. То есть, вообще, вышел на толпу, помахал и все. Тогда не надо и Ордана, не надо Евнуху с Филиппом в воду сходить. Не надо Кириллу Русалимскому говорить, что скрываешься в воде, ты умираешь для прежней греховной жизни. Выныривая из воды, это ничего уже отпадает. Все святые отцы отпадают. А кто там собрался? Какие у них политические интересы были? Они думали, вот как у Георгия Кощеткова, в Москве такой поп есть. Они там все разрешают им. Разрешают и поэтому и людей много, и все. Я говорю, ты им скажи бороду не брить. У тебя 90% уже отпало. Ты скажи им, посты нужно строго соблюдать. То у тебя останется два человека. Старые да немощные. Я знаю, откуда большинство-то набирается. Там все разрешено. Попрыгали, поскакали, как у сектантов. А ты включи апостольское правило. И все, задохнулась, говорит, собака, сдохла. Но они интерпретируют тем, что, например, в советское время они могли крестить полное погружение, потому что было запрещено для взрослых. Так, я не свидетельствую. Я рожденный 10 июня 1939 года. Советскую власть захватил. И очень крепко захватил. И когда такие слова говорились, я пошел к полномоченному по Алтайскому краю Седишев Александр Петрович. А это, как правило, бывшие сотрудники КГБ иногда до звания генерала на пенсии ставили. Я говорю, а почему вы запрещаете крестить полное погружение? А кто запрещает? Я у полномоченному в краевую администрацию пришел. В году, в каком? Ну, в каком там, допустим, в 70-м. Ну, где-то еще лет 20 до конца советской власти там. Может быть, в 69-м. Ну, вот в этом. Он говорит, а кто запрещает? Мне хоть вы утопите, говорит, разницы нет. Баптистам не запрещают, старобрядцам не запрещают. А чего вы, говорит, вам-то запрещали-то? Заметьте, у старобрядцев за 350 лет, а это миллионы людей было, ни одного, ни одного. Они не приняли к себе от патриарших, от синодальной церкви, чтобы без погружения. А это они вообще ни во что ставят. От греков ли придет, или от латинян. Из своих никогда они не мочили. Тут же, в этом же городе Барнауле живут. Я их знаю, Никола, Думнов, поп у них. Баптисты крестили обливанием ни одного. Адвентисты ни одного. И яговисты ни одного. Что доказывать-то? Дурью маются попы. И сбываются волки лютые. И все. Волк вторся в овчарню, душит овечек, и все. Он сам некрещеный. И поэтому он так и делает. Это как, я считал, у старобрядцев. Они говорят, почему папа римский бороду стал брить-то? А вот смотри, сексинская Мадонна, папа, секси, папа. Четвертый век. Все с бородами были. А все дело такое, говорит. Какая-то там ему, на то у них там было такое при дворе там. С бабой путался, а она ему сказала, пока бороду не сбреешь, я тебя не допущу. Ну как он ее сбреет-то? Ему надо теперь обосноваться, что Бог ему велел-то. А у меня вот голуби есть, он у меня с руки ест. Если я могу научить, он с уха будет есть. Пшеничку сыпь мне тут себе, не давай ему два дня. А то он прям взлетает на голову и клюет у меня в ухи. А они в храме так и сделали. Голубь слетел. Слетел, и что? А он мне сказал, говорит, сбрейте бороду, потому что вы как ангел. У ангелов нет бороды. И в конце написано. Да и свою мужскую красоту променял на подпопную женскую. Вы поняли, о чем речь идет? Да. Вот и все. Ирна Тихонович, а вот поместные и вселенские, они же друг другу не противоречат. Никогда, нигде, ни одним словом. Иначе как бы в одной книге правила не были. А если они, знаете, противоречат, пусть скажут. Я канонами три года занимался. Переводил, симфонии составлял. Я не нашел ни одного правила, которое, вопреки Священного Писания, было бы настолько, чтобы я сказал, это нельзя, я погибну. Никак нет. Оно усложняет. Оно делает более трудное мое спасение. Оно и написано. Узкие врата, тернистый путь. Святые отцы говорят, ты найди такого наставника, строже которого нет во всей вселенной. Трудно в ущении, легко в бою. Александр Васильевич Суворов. Это мы знаем. Если они говорят, где-то противоречит, где-то, ну покажите, и мы его отвергнем. Правило это. Они высасывают все из пальцев, понимаете, в чем дело. Да нет, ничего, безбожники они. А они попы-безбожники, просто которые так говорят. У них ни страха Божия, ничего нет. Они живут ради корысти и трусости. И что такое совесть? Они ее забыли давно. Просто по совести бы. И уже не должны были этих поганых слов говорить. Почему у нас в общине не нарушается, повторяю, ни одного правила, ни одного? А в патриархии, во всех храмах практически, ни два, ни три, а 419 правил нарушаются. Вы вдумайтесь в эту цифру. А 413 нарушаются, а всего их 719. Получается, все 719 правила, они Богу духовенны. Они никогда не отменятся. Правильно? Ну, если они скажут, не Бога вдохновенной, пусть покажут. Как сектанты, не канонические книги, Серахова, Премудрость Соломона, не Бога вдохновенной. Я говорю, ну а ты считал их? Нет, не считал. Ну, как было, стал жениться на архипелагу, Рак не считал? Говорит, ну осуждаю. Ну, вот это точно так. А я говорю, ну ты послушай, книга Премудрость Соломона, покрасочная с языка, просто нет равной во всей Библии. Нету такой книги больше. А Серахов, это как притча Соломона. Ничего ты не скажешь. А просто друг от друга перенимают. Мне нужен конкретный пункт. Вот ко мне зашел старобрядец. Ну, знакомые его ребятишки у меня в детском лагере были. И он, вы на русском языке псалтырь читаете? Я говорю, только на русском. Я сторонник стопроцентно на русском языке. Да-ка там много противоречий. Я в псалтыре, да, с удовольствием послушай. Давай. Он открывает карманы псалтырь. И там у него все исчеркано этими красным карандашом. Вот так, открывает. Нет, подождите, это другое место надо. Так, ну ладно, я другое открою. Так, потом закрыл. Да нет, я не буду говорить. И все. У меня это было не один раз. В Библии много противоречий. А мы ремонтируем библиотеку. Я плотником был. Наращивали венцы снизу. И библиотекарь говорит, вот вы верите, а Библии противоречий. Я говорю, а где они? Да как, Лео Косиль говорит об этом. Ну, а где говорить-то? Вы мне даже Губельман говорит. Покажите, где Ярославский. Она пошла, искала, искала книжки, как кто у нее украл. Нету. Пришла и говорит, книжек этих нету. Вчера так считала, сегодня нету. Я говорю, это меньше позор вам. Нет противоречий. Господь говорит, слово мое чисто, слаще меда и капельсота. Я бодрствую над словом моим. Никакой поганец туда не залезет. Вот и все. Я неоднократно с этим сталкивался, с правилами. Ну, я говорю, книгу правил-то ты считал? Ну, видел. Ну, считал или нет? Открывай правила. Не знаю, где ее искать. Мы едем дорогой. И видно, голосует там человек стоит. И видно, она одета хорошо. Я говорю, тормозните. Мы их проехали. Мы же на газели по стране ехали-то. Ну, где-то около Тобольска. Захватили их. Оказался батюшка. Отец Сергий. Она, кажется, матушка Людмила. Ну, мы же не знаем, какие батюшка. Батюшка. А когда стали говорить, я вижу, он совершенно не в ту степь гонит. Я ему тогда Библию даю большую. Так вот, откройте послание Галатам. А зачем? Ну, посчитаем сейчас. Он не знает, где послание Галатам. И открыл оглавление. А оглавление-то впереди дается только на Ветхий Завет. И он в нем перебирает и не может найти. Давай искать среди книг маковейских. Ну, какой же это поп-то? А он не патриархийный, а который там где-то подпольный. Там царебожники, царя ждут, искупителя. Ну, и я когда показал, как она взыграла, матушка, как на меня кинулась, да вы специально батюшку позорите. А что Библию знает? А что толку-то знать? Я говорю, Галатам 1.8. Если бы даже ангел с неба не то будет благовествовать, или мы, да будет анафема. Анафема твоему батюшке. А ты бы помолчала, тебе при мужиках-то разговаривать нельзя. Она не может остановиться. А да это такая тихонькая, и все. Библия сразу высветила. Высветила, там ничего нет. Я говорю, ну так как вам ехать-то до Барнаула тоже, и слезать-то негде, вы вытерпите меня. Я их целые сутки поучал, сидел. Понятно. А вот этот московский собор-то, он получается какой-то большой московский, он для чего вообще создавался в 1666? Для того, чтобы оставить себя в веках как греховный. Больше не для чего. Как для чего он учится сегодня в семинаре? Для того, чтобы оправдывать беззаконие. Дело-то было все-таки не в Греции. Переводчики не такие. Никона, он мордвин был. Грамоты-то вообще никакой не было. Его обольстили. Сделать вселенским патриархом. Но условие было одно. Подвести русское, которое все есть, богослужение. Богослужение, не Библию. Подвести, чтобы оно было одинаково с греческим. А греки в это время уже в Венеции печатали книги. У них там искажение на искажение. Они уже под турками были уже века. Все перепорчено. Ну и вот отсюда такая беда и прошла. А сейчас пишут, что собор был не нужен. Гонители гнали зря их. Я могу сейчас прямо засчитать русский православный зарубежный собор. И там где-то 13 епископов. И говорят, не за то ли постигли нас гонение в революцию, что наши предки гнали ваших предков. А Московская Патриархия в 1971 году на соборе принимает решение считать равном спасителем, которое до Никона было и после. А решение собора этого считать как бы небывшим. Он уже принят, он уже аннулирован этот собор. Аннулирован собором Московской Патриархии 1971 года. Прямо. Яко не бывшие клятвы наложенные. Убрали их все. Клятвы. Они речь ведут о клятвах. Но для нас достаточно, чтобы они осознали гибельность этого собора. И зачем он нужен-то, когда было принято креститься только двоеперстно. Все сказано было. Стоглавый собор, стоглав. И он сегодня принят у старобрядцев. Там нет ничего того, что они лучше могли бы сказать. Нет. Беда какая была, они о ней писали. Потому что народы, люди-то не знали Бога. Не знали, поэтому они, чтобы попы между собой не дрались. Чтобы женщина, когда рождает ребенка, эта рубашка с плода снимается. Ну и чтобы ребенок не болел, они его снимали, заворачивали на престол, клали. А это греховное, считается-то. И собор принял решение этого не делать. Другое там. Если богатый пошел в монастырь, то ему разрешалось 6 сортов кваса. Какие правила-то какие? Но принимает, еще, кажется, 3 раза принимает правила. Это, которое усугубило 6-й Вселенский собор, 14-15-е правило. В котором говорится, что в священнике пресвятера не ставят раньше 30-ти лет. Стоглавый собор, а на нем Иван Грозный, 15-ти лет еще был он. Он был, как, ну, в то время считалось, руководил этим делом. А в последующем взяли, отменили. Из-за чего? Подникона. А старобряцы даже на это не посмотрели. Он у них был и есть. И я в своих трудах всегда ссылаюсь на них. Еще бы ради отрекался. На том соборе было несколько святых, канонизированных. Они лукавят до усталости. И на какие же они правила ссылаются, что можно не крестить? Ну, они все с этими латинянами мне уже достали. То, что латинян, если можно было не перекрещивать, а помазывать, значит, можно окропить ими сейчас... Да вот зачем-то окропить и мазать? Еще не надо, да и все. Пей, гуляй, и все. Зачем тебе это? Что вы воды-то боитесь? Боязнь воды укушенной бешеным волком, собакой. Это когда человек бешенством заражен, он пить не может, воду смотреть не может. Это признак бешенства. Бешенство это лютость. Это лютые волки. Они подтверждают этим. Они, хрещение, боятся как огня. Попы иерархия. Так говорит о чем-то или нет? Они уже готовы хоть сегодня принять антихриста. Я исследовал тщательным образом и нашел причину в этом. Он должен быть извержен был первым. Его оставили. А он уже извержен. Ну, допустим, блудник не пойман. Но он отлучается. С него сан снимается. Но не узнали, не сняли. Как Андрей Куреев там их разоблачил, этих голубых-то. А с них не сняли сан. Но они сняты перед Богом. Они мерзавцы. Мерзкое дело. А снимается сан навсегда. А они их маленько в закутке поддержат, а потом отправляют на другой епархии и прочее. Это бандиты. Духовные бандиты. Как назвал патриарх Алексей Второй. Каких бандитов напринимали в церкви. Это в церковной хронике. А по истории окропительной когда стали делать это все, крещение? А никакой истории нету. А какая история? Нет, когда начали, например, вот эту ересь нести, что надо окропление. Нету никаких данных. Совершенно. Нету. То есть это сапой, тихой сапой заходили. Они делали постепенно, больше и больше. И может быть уже сто лет прошло. Наконец все посмотрели, молчат. Давайте и мы так делаем. История вообще умолчает. Ничего нету. Просто нету и все. Я кого не спрашиваю, ну с какого времени это безумие стало, что нет рождения свыше? Они никто не может ответить. А зачем? Они не знают Бога, не знают Писания, страха Божия, совести. Вот это четыре причины, которые скурежили их вот так вот. Нам, да, и говорить об этом даже язык погонять не надо. Они избрали эту участь. Творить мерзости. Ну и творят. Песок. Песок. Вот вчера мне один написал. Я, говорит, пошел. Вы мне сказали там в храм какой пойти. К священию. Ну я сначала близлежащий пошел, а батюшка разговаривать не стал. Говорит, песком. Говорит, куда не пойду, они песочные вообще все. В Москве они где-то. Храма три прошел, и везде указывают на песок, потом на снег. Я говорю, на снегу так тоже будет раздеваться. Это ясное дело, что одевша. Они дурят, безбожники. Ну варвары. Пираты захватили корабль. Захватили бандиты государства, царя расстреляли. Ну и что теперь? Утвержденные их уставы будут. ГУЛАГ утвержден. Да, конечно, нет. А они образованы патриархией Сталином и Берием в 43-м году в сентябре месяце. Они наследовали все, что им сказали, они делали, они привыкли. Может быть, им и говорили, не крестите полное погружение. Я думаю, не говорили. Потому что большинство священников с Украины. Они такие тщеславные. Вот в армии были, говорят, хохол, из армии не пойдет без лычки. Лычка-то, ефретор, две, это младший сержант, три сержант. Он что угодно будет делать, закладывает друг друга, чтобы лычку дали. Он домой придет, и теперь вот он козыряет. А тут горсовать не надо. И здесь тоже. У нас был тут священник один, Петр Гутович. Он говорит, из нашего села 73 священника. Представьте. А у нас со всего района ни одного нет. То есть они рвутся и рвутся. Но они все католическое сюда и принесли. Они так и делают. Они там униаты, а католичные. Их близко не надо было допускать до Сибири. Они испоганили все веру. Католическая церковь, она же вроде как еще больше, около 20 каких-то еще соборов принимает, да? Вселенских. Да, да. Но она называет их вселенскими, но это неправильно. Там нет православных, нет григоряна, армян, коптов, сирийцев нет. Но я могу назвать себе, я генерал. А что генерал-то? Генерала назначает кто-то. Вселенский собор, это значит, со всей земли церковь собирается. Православного там никогда и не было. Это неверное название. Анатолий Тихонович, такой вопрос, смотрите, если церковь одна, да, Христова у нас на земле, а почему мы делимся на, все-таки, вы говорите, что католики являются рукоположными, да? Мы тоже и сирийцы, копты. А почему мы раздельно? Почему мы по-разному называемся? А почему муж с женой расходятся? Почему? Любили друг друга, были вместе. Мнения не сходятся. Вот и все. Неумение смиряться. Вот когда разделились с католиками вместе, понятно, не хотели смиряться. Вот, допустим, первые, когда григоряны и армяне отошли там, монофилиты. Ну, одна воля во Христе, это одно естество. А сегодня мы с ними говорим, они говорят, нет, мы признаем два. То есть тихо вернулись назад, а никому не говорят, уже нас ничего не разделяет больше. А где таинство испортили, надо вернуться. Более чисто, чем православие, никакая церковь не сохранила. Они и сами понимают, когда приезжает, какая служба полная, все, этого нигде больше нету. В Греции, они там на скамейках сидят, у православных никогда не сидели. Я не против. Пусть хоть на кровати лежат, но не было этого раньше. Так и надо говорить. Вот и меняют символ веры. Вот католики там добавили, а от отца и добавили сына. Я нисколько не против. Если бы была моя власть, я бы еще к символу добавил, что верующим может считаться только рожденный свыше. С пояснениями. И верующий, каждый мужчина и женщина обязаны благовествовать людям. Верующим считается только тот, кто считает Святую Библию. Вот эти три пункта надо было внести. Они их не внесли. Я за это, за это. Символ, что нельзя добавить. Мы к нему и не добавляем. Мы показываем просто, что это упущенное. Его надо исполнять, и Священное Писание об этом говорит. Так получается, что тело Христово разъединилось? Нет, не разъединилось. Это все в теле Христовом. Тело Христово разъединиться не может. Церковь единая. А как же? Церковь, говорит, святая не пороща. Написано? Да. А в церкви, Павел, говорит, такие блудники, каких нет даже у язычников. Мы считаем 5 глав, 1 послание Коринфянам. А они уже автоматически выпали. Их нету. Человек, который согрешает, он уже вне церкви. Он уже с оглашенными выходит. Тут очень просто. А кто в церкви? Это незримы те, которые перед Богом написаны имена в книге жизни. Вот и все. Церковь святая не пороща. Понял. Так. Вот стоглавый собор, вы сказали, это какой век? Ну, какой век? 16 век. Это какой собор по счету? Никакой не по счету. Стоглавый и все. А он не по местам? Никакой счет не попадает. На нем приняли 100 глав. Его так и назвали 100 главы. Там надо посмотреть. 1580 какой-то год, что ли. Надо посмотреть просто. То есть церковь принимает 7 вселенских, 9 поместных и 100 главы? Или как я... Нет, церковь, вот которые... Это только в книге правила. Остальные поместные, допустим, 15 автокефальных церквей независимых. Это польская православная, румынская православная, финляндская, греческая. И каждая это автокефальная, то есть самостоятельное управление. А они проводят свои соборы. Собор, допустим, нужно было избрать нового патриарха. И попутно еще что-то избрали. Уставы изменили. Это постоянно было. Это и правильно, потому что текущие дела накапливаются и требуют разъяснения. Вот экстракорпоральное оплодотворение. Рождаются дети в пробирках. Что теперь делать? Из пробирок взятые. И церковь вносит свое решение. А могли ли раньше? Не могли, потому что этого не было. Не было. У церкви остается мнение. Заговорили о чипах, о карточках, и на НН. А почему те молчали? Да не было этого. Они не знали. Потому что числовая техника еще не пришла. И понятно. И церковь выносит решение. Называется соборный разум. Вот. Противозащаточное. Раньше этого не было. А сейчас таблетку проглотило. Или там спиралька. Поэтому принято определенное правило. И вот у католиков так же было. И папа, когда решили, что это запрещено, то молодежь в знак протеста встала и вышла. Ну, вышла и вышла. Там делать нечего. Пусть идет блудит вне церкви. Папа прав. Понял. А вот когда вышли такие, так как называется, слова экономия и аквивия, это почему они стали так разъединяться? Почему церкви? Понимаете, вот любое слово, оно требует всестороннего рассмотрения. Экономия это не экономия, экономия как бы послабления. Оно было, оно не выражалось в какую-то отдельную область. Допустим, монахам нельзя есть мясо. Определенный устав. Но вот он болен и болен так, что не выскажешь, монахи твердо на этом стоят. Не давать, потому что устав. А у них ава Пахомий великий. Пришли к нему, он говорит, ну вы что, ну закалите козленка-то. Ну пусть он там бульончика этого попьет, раз ничего не может, больше жило. Ну еще вот такие жестокосердные. Это же делал и Серафим Саровский. Монахини-то хотят, послушницы есть, а он их наставляет. А вы сухарики под подушку спрячьте, а потом посасите. Вот это, вот в каком смысле-то, в питании, там, в чем-то в таком послаблении немножко дать ему, болящему. Речь идет о немощном, а не том, что давайте теперь мы не будем крестить или проще. Вот как раз они говорят, что экономия и была введена для того, чтобы, например, было послабление, чтобы священники могли крестить окропительно. Нет, этого не было никак. А что, какое послабление? Это в воду зайти не может? Воды боится? Наверное, потому что лень было и все, крестить. потому что их никто не зашиб там. Если бы ему Бог дал по башке колотушкой, то они бы сразу спятили с ума и нормально стали бы делать. Вот смотрите, говорится апостольское 69 правило. Если кто не постится, да, предан Анапиме. Если не постится, не соблюдает. Ну и строго держались. А потом постепенно правила вносят там Тимофей. Это не апостол Тимофей, а уже спустя там три столетия. И он особое правило пишет. Вопрос, можно ли нарушать пост? Он говорит, можно, можно. То, что нарушать? То есть, люди понимают, все есть. Нет, говорит. ослабить пост. Слово нарушить, то есть, ослабить. И можно ему растительное масло и немножко вина. А кому? Взяло престарелый, очень больной. Но если женщина беременная, ему очень маленький ребенок, еще грудь сосет и заболел. Конечно, не о венере речь идет. Вот и все, больше ничего нет. Правило говорит, что ничего, кроме елея, масла растительного. А они подхватили, сейчас семинаристов жареной рыбой кормят. Перетрудились шахтеры. Понятно. А сейчас, так вот, в Новосибирске есть батюшки, которые понимают, так же, как вы? Я в Новосибирске не был уже лет 20, наверное. Никого я не знаю. Никого. Даже ни одного. Да, зачем они? Пускай во Вселенной ни одного не будет. Правильно понимают. Златоуз говорит, а мы свободы, правды никому не уступим. Хотя бы я один остался. Зачем мне это нужно? Я никогда не искал, а кто соблюдает, кто не соблюдает. Пусть они ищут, кто соблюдает. А они все обязательно меня найдут. Ко мне обращаются со всего мира. А я мирянин. А он если соблюдает и священник, и рядом никто его не знает. Что тут говорить-то? Это просто совестью своей судим. Вы в прошлый раз говорили какие-то шестой Вселенский Собор и второй там правила-то ссылаются. Ну-ка, где они? Давайте проверим еще раз. Правила седьмого, второго Вселенского Собора и шестого Вселенского Собора девяносто пятого. Давайте, сейчас, сейчас, минутку. Я сейчас открою. Вы мне назовете. И мы проверим, что там написано. Вот. Так. Правило какое? Второе. Второй Вселенский Собор. Какое правило? Седьмое. Седьмое. Считаем. Присоединяющихся к православию и к счастью спасаемых из еретиков приемлем последующий мужчина положения и обычаев. Ариан, Македониан, Саватиан, типа Паватиан, Паватиан, именующих себя чистыми и лучшими 14-дневников или тетрадитов и аполинаристов, запятая, когда они дают рукописание и проклинают всякую ересь, не мудрствующую, как мудрствует Святая Божья Кафолическая Апостольская Церковь, приемлем, запесчастливая, то есть помазуя Святым Миром во-первых, щело, потом очи и ноздри и устаюши и запесчастливая глаголем пищать дара Духа Святого принимаем. А Евномиан же единократным погружением крещающихся и монтонистов, именуемых здесь фригами и савелян, держащихся мнение о Сыновой Отечестве и иной нетерпимой и творящих и всех прочих критиков, ибо много здесь таковых наипаще выходящих из галатийской страны. Всех, которые из них желают присоединенно быть к православию, приемлем якоже язычников. В первый день делаем их христианами, во второй оглашенными, потом в третий заклинаем их с троекратным дуновением в лицо и в уши так оглашаем их и заставляем пребывать в церкви и слушать Писание и тогда уже крещаем их. Тут впереди которых перечисляют не крестить только через помазание, и они говорят ну вот они католики здесь, тут и говорится о тех, которые не погруженные в троекратное погружение. А которые впереди были, они погруженные в троекратное погружение и их принимают через отречение от их ереси. И они письменно дают указания. Нигде здесь нет против погружения, наоборот. Наоборот, их перекрещивают всех. А вот Шестой Вселенский Собор 95-е. А ну-ка давай, сейчас я посмотрю. Шестой Вселенский Собор 95-е? Да, да, да. Ну хорошо, мы быстро найдем его. А вы знаете, кто сделал такой вот легкий поисковик такой? Вы говорили, я не помню. Тимофей Ха Вьетнамец. Присоединяющихся к православию и к чести спасаемых из еретиков приемлем. Последующий мужчиноположение обыча Ариан. То есть повторяется то же самое. Это то же самое правило, но они его повторили. Видимо, где-то стало нарушение быть. И Шестой Вселенский Собор 95-ым правилом повторил Второй Вселенский Собор 7-ое правило. Все. А он прямо повторяет буква в букву. И что? Вот мы увидели, что все, которые не погруженные, их принимают через погружение и меры помазания. А католики, они не были погруженные, у них даже этого и нету, и разговаривать не надо. Протопопа вакуума всех крестил. Что спрашивать? Очень странно, почему-то написано специально, что запутать, я вообще не понимаю. Нет, тут нет никакой путаницы, нету. Это путают те, кто желает путать. Я открыто вижу, что так написано, кого они, македонян, амариан принимали, перечисляют. Почему? Потому что они еретики, но крещеные были правильно. А у них то у всех рукоположенные были от апостольских времен руководители-то. Арий был пресвитер Александрийской церкви, Несторий был патриарх. Это были не баптисты. Они а другие, которые имели, но не крестили правильно, их перекрещивали. И все. Потому что они отрицали Троицу, считали там Монтана своего Духом Святым. Церковь она внимательно рассматривала. Игорь Тихонович, давайте я еще раз прочитаю слова митрополита Филарета Московского, чтобы понять, потому что он как-то все вместе это сказал и непонятно, что он хотел, какой вывод-то сделать. Я вот прочитаю. Подожди, Филарета Московского. Ну, читайте, прослушаем. Вопрос о латинском обливательном крещении занимал и российскую церковь. Патриарх Филарет определил было обращающихся от латинства крестить, но большой собор 1667 года, на котором присутствовали два патриарха восточных и российских. Определение патриарха Филарета и меньшего с ним собора признали неправильным. И основываясь на высшеприведённом соборе 1484 года и на свидетельстве Марка Ефесского положили принимать латинян в православную церковь через таинство миропомазания. Троеточие. Достойно примечания ещё следующее рассуждение всего же собора. Кавычки открываются. Ересь главнейшая у латинян отступление восточной церкви и исхождение Святого Духа яко от Отца и от Сына исходит Дух Святой мудрствует. И от той ереси латинские яже есть исхождение Святого Духа тягчайшее есть арианская и македонянская ересь. Ариане Бо Сына Божия не единосущно Отцу и Святому Духу исповедуют но здание и тварь глаголют македоняне же Святого Духа от Отца и Сына отчуждают раба исповедуют быти точка Абачи правила 7-го 2-го Вселенского собора и 6-го Вселенского собора 95-го не повелевают их крестите но токно миром помазывайте по чину кольми пачи латяне меньше преступлений им имущих не подобает крестите С чем это вызвано было? это объединение уже полное шло женились на католичках а некоторые говорили я бы согласен быть лишь бы только не креститься это все просто безобразие шло вот я считаю 1274 год Владимирский собор это было очень авторитетно в истории русской церкви 1274 за сколько веков еще запрет на обливательное крещение только погружение в 17 веке это 1618 по 1933 год это патриарх филарет обливанцев перекрещивали в 17 веке греческая церковь заняла резкое отношение к латинянам католикам после Константинопольского собора 1706 года католиков стали перекрещивать одна из причин обливания у католиков крапления ну и что? то есть он как здесь в 1620 году московский собор постановил принимать латинян через крещение а в 67 году через 47 реформа Никона это отменил это богословские труды Московской духовной академии от 300 летия Москва 1986 год откуда взято обливание ересь и они склонились к этому и все как это впереди было и апостольское правило осталось силе а мы будем говорить против анафемы и все тут еще нету кроме анафемы как крестились первые мы смотрим давайте Библию посмотрим никто не отменял почему следующий апостол не отменял предыдущего нигде и Павел не отменял нигде то что делал крестил Иоанн или Петр а как крестили ну как научены были Евнух и Филипп едут остановился вот вода и оба сошли в воду мы спросим у католиков когда последний раз сходили оба в воду вы спросите у православных когда последний раз сходили в воду кошка кошка ну ее уже нет туда где она ее выпустить надо подожди вот и весь ответ больше нам не надо спрашивать по всем которые отменяют нам их разбирать не надо зачем когда он есть правила определенно это слишком большая честь чтобы те которые нарушают на дорогах нарушают люди едут на красный свет и мы будем искать причина какая зачем искать он нарушить или его надо штрафовать и все с него сан снимать и вопрос кончился а собор ну многие соборы разбойничьими названы они делали вопреки апостольского правила 50 и все их надо было сразу снимать сан их выгонять и почему так не сделали ну а почему не сделали это уже бог знает меня там не было я не знаю никто нас не спрашивает нам оставлены правила правила вселенских соборов мы почитали сейчас два правила апостольское правило святые отцы это Иоанн Златоус Кирилл Иерусалимский и Прям Сирин и Беложенный Иероним и все говорят до одного посмотрите 136 свидетельств материале о крещении я буду гоняться за нарушителями я бы никогда не разбирал у меня даже вопрос такой не возникал а чем вызвано что они отменили безумием безумием вошел дух лжи в уста как во времена пророка Михея 450 пророков и все стали говорить одно а он один а почему они говорят потому что написано дух лжи вошел в уста но нигде не написано что он вышел он так и остался он и крутит вертит как налево направо так вот и мне непонятно что все таки хотел митрополит Филарьев Московский сказать вот этим а зачем нам разбирать сейчас Дмитрий зачем нам разбирать что он хотел сказать ты его даже не смотри и все у нас есть апостольское правило на него ссылайся нет я понимаю я-то утвердился вере мне просто интересно что именно в этом абзаце он хотел сказать я никогда не разбираю этими вещами вообще не не инистинствую тема пройдена проехали мимо тоже не надо никогда не разбираются что они хотели католики сказать там вот они вопреки канонов и все я отошел я никогда не тращу себя на это зачем он нарушитель и для меня этого достаточно чтобы я дверь закрыл а я буду разбирать его сам заражусь этой ересью крестить только в полное погружение но некоторые скажут но я был где-то в то время она прообразована обрезанием ну кто-то скажет а почему обрезание почему не считать обрезание только ногтей а почему надо резать там то вопросов нету написано крайняя плоть а если кто не будет вопрос проще душа та истребиться из народа своего то есть слишком слишком опасно и не надо было рассуждать что опасно там заразиться это не гигиенично это все отпадало при последнем слове истребиться пришли не обрезаны его сразу убивали никто его не спрашивает я хочу обрезаться никто особо не говорит душа та истребиться и что убивали убивали их мертвых обрезали за 100 края обрезания невесту достал давить себе не просто интересно он он когда оперировал правилам 7 2 вселенского собора 6 вселенского собора 95 правила он хотел доказать что обливательно это нормально да мы не знаем хотел ли он или сегодняшние попы мир самародеры это делают они мертвых отправляют некрещенными и деньги за это берут они настолько несерьезно относятся к своему спасению сказать даже нельзя совершенно я с ними беседовал ни один беседу до конца не может довести его он в бешенство входит повторяю не один за 50 лет чтобы он защищал нет я буду крестить я говорю почему обливанных которые были ладошкой помочь на вы их не крестите но они крещены на как он крещен это крещение за погружение молчит они обманщики плуты мюнхаузен в ряде в ряде мне кстати вот интересно у вас же есть какие-то такие священия которые я рад ставить свою точку зрения которые против вас идут почему они просто по skype с вами не поговорят и свою точку зрения докажут но значит то что они уклоняются что-то говорит ни один не два таких уже наберутся сотни сотни которые поза глаза где-то а больше никак не могут не он грамотежка там у него мизерная грамота то он два слова по гречески знает и пытается на них опираться а вот в аптезан то вы говорите а имеет смысл омовение ну и омывайся дома а в храме погружайся с ними еще разговаривать то тут он нарушитель есть нарушитель на него времени тратить не поганься даже и вот она извергнуть он никто я уже разговаривали со священником а с нарушителем извергнутым с растригой а я когда к вам приеду креститься вы мне будете крестить как не крещеного или абсолютно не крещеного если вы не были погружены а миропомазание не совершается она приемлется как было миропомазание если вы были в церкви помазаны миром не повторяется а кто знает я был помазан вы будете помазаны пищать дара духа святого это благодать духа святого исполнением духом святым а которые прямо приходят от священники служат московской патриархии и к нам приезжают чтоб покреститься священники и армонахи но естественно что он помазан поэтому только полное погружение он служит уже сразу с нами это и едет опять продолжает служить у нас очень не крещеный только те которые сомневаются до что они не знают были в детдоме или где тащи не крещен а которая знает точно что был мочен он не крещеный совершенно как язычника крестят он не был крещеный а который маленький в детдом сдан может быть он троекратное погружение имел но не знает ни родных никого я горит не знаю я спрашивал говорили будто бы там крестили он не знает свидетелей нет поэтому крестится в полное погружение добавляется а еще не крещен а тут уже понятно что не крещен поэтому потому что не крещен а вот этот который московской патриархии там или сектантов они не крещеные каще у нас это не повторяется хотел вопрос поднять насчет все-таки геннадий фаста вот он сказал что нужно восполнить если ты хочешь поехать и креститься то должен восполнить они креститься восполнить духа святого вот так так но пусть покажет где-то восполнен духа святого нет такого есть вооружение крещено не крещено кто будет вероться будет креститься а что не в разбуд impose Восполнение крещения, вот так вот, по-другому. Восполнение крещения. Потому что... Потому что мировопомазание это другое таинство. Это другое совершенно. Их соединили вместе. А кого восполнять? Погружения не было, там восполнять ему нечего. Нету, ничего не было. Он стоял, одевший. Я говорю, тебя раздевали? Нет, не раздевали. Ну еще обманом заниматься. Я не знаю, что он имел в виду, отец Геннадий, как я могу объяснять. Мне это не надо даже знать, что он говорит. Я знаю по Писанию. Он должен быть погружен в человек. Он должен умереть. Умереть, скрыться под водой, под землей. А сегодня как? Он не скрывается. Это по образу Владимира Ленина. В мавзолее лежат. По образу этого трупа, мощеная. Его тоже в ванне там вымачивают. Даня Тихонович, я хочу такую схему составить. Нарисовать все соборы вселенские. И девять поместных соборов. И посмотреть правила, какие были... Ну, то есть правила насчет крещения были, которые были утверждены от них. И потом, например, Московский собор нарисовать, который говорит, что латинян перекрещивали. Ой, не перекрещивали. Не надо ничего этого делать. Вы просто будете на одном месте толпиться. Вы считайте Святую Библию. По толкованию святых отцов. Не занимайтесь этим. Это вам ничего не даст. Кроме смущения в душе, и вы потеряете, что имеете. Вы занимаетесь. Возьмите 12 томов Иоанна Златоуста и законспектируйте их. Или блаженного Фефилакта, вот у нас трехтомник. Чтобы ты знал священное Писание. Правила просчитай один раз и четко их придерживайся. А то соборы... Это ничего не дает. Это от безделия, от мертвенности души люди занимаются этим. Это ничего не даст. Я просто не советую. Вы можете делать. Но в конце вы увидите, что у вас ничего в руках нет. Сухое дерево, спиленное и сгнившее. Я на самом деле не для себя хочу, а для людей, чтобы люди понимали, откуда... Не поймут. Не надо понимать. Вы их подводите к Иордану. Христос крестился в Иордане. Все. Идите на реку, скажи, не дурите. Князь Владимир, что он не знал, когда пришли греки, крестил не на берегу, а внутри Днепра. На Днепре крещать их. Зачем всю Россию загнали в воду? Да по-другому никогда не было. Это безумие потом придет. Никогда не идите, не исследуйте то, что дурно. Исследуйте то, что правильно. А вот женщины там принимали неправильные роды. Тянули ребенка, шею сдернули, он теперь парализован. Это не надо исследовать. Их надо было судить. И предать казни. Согласно греческих законов. Я не настаиваю на этом. Надо учить, как правильно принимать роды. А это рождение свыше. Вот это надо изучать. А это все, что они нарушают, не надо изучать. Не надо? Закрой глаза. А я хочу изучить учения хришнаитов. Зачем? Зачем эта бездовщина? Я не наложу тебя за то, что ты не знаешь глубин сатанинских. Вы считали эти слова? В откровении. Глубины сатанинские. Это все глубины сатанинские. Не надо исследовать. Зачем они нужны? Ты знай, как правильно на этом стой. Так стою и не могу иначе. Как Мартин Лютер говорил. А может священнику просто наглядно вот так вот показывать? Вот схема такая. Вот смотри, где ты заблуждаешься. И он будет понимать. Я второй раз уже больше говорить вам не буду делать. Дальше уже решили делать, делайте. Это приговоренность. Я если сказал, и вы не приняли, я к этой теме уже не возвращаюсь. Мы ее прошли. Я не спорю. Я знаю истину, и мне нельзя спорить. Зачем я себя унижать буду? Ни одному вы ничего, во-первых, не докажете. Сами измаетесь и потеряете драгоценное время. Пока молодо, учите Библию. Занимайтесь по святым отцам. Я за Библией провел тысячи часов. Тысячи. И поэтому я, когда разговариваю даже с профессорами Академии, они глаза раскрывают и пятятся. Нам не задавали, мы не проходили. Я все старался запомнить на память. Составлял конспекты, уменьшал их в размере. И, наконец, на одном листике все уменьшалось. Поэтому, беседуя с баптистами, 53 года, с сектантами, я не потерпел ни одного поражения. Ни одного, даже намека на это. Потому что я доверился Богу. А исследовал бы ошибки, заблуждения. Почему? Мне это не надо. По чужой блевотине ползать. Они изрыгают блевотину. Эти люди, которые говорят пакости. И мне их исследовать. Столы наполнены отвратительной блевотиной, написано. Мне нужно знать истину. Истину утверждать. Господь пришел. А почему они торгуют? Да он не стал спрашивать. Взял плеть и давай опрокидывать, выгонять. Еще он не стал доказывать. Такой величины стол. Какие ножки, стал бы говорить. Какого цвета овечки. Он выгнал их, открыл и распустил. И все. А продавцам начал шпарить их веревкой. Считали про это? Ну, не попадайся под это. А то получишь. Будешь полосатый, как зебра. Понятно. Ладно, понял, Валентин Игоревич. У меня, в принципе, все вопросы. Спасибо вам огромное. Так, я вам скажу. Ищите то, что служит ко спасению. Никогда по чужой блевотине не бродите. Филарет, собор сказал. Зачем это нужно? Это вопреки Писанию. Главнее всего, Святая Библия, называемая Словом Божиим. А далее апостольские правила. Вселенские соборы. И то, что сказано по месту. Они, если вы этого еще не знаете, знайте для себя. Неясно, спросите. Найти можно. Мне вот сейчас один задает, мы канон Андрея Критского молились, и я говорю, это канон вызван тем, что Андрей Критский, архиепископ, подписал анафему Шестому Вселенскому собору. А он то ли саминерист, или кто спрашивает, вы могли бы подтвердить чем-то. Да, я ему в течение одной минуты подтвердил. Ссылку тут же дал. То есть вам нужно будет знать очень много, но знать истину. Вы легко определяете. Истина и ложь. Ложь сразу отбрасывай. И проси Бога стереть из памяти это все. Чтобы никогда не помнить. Не знать никаких филаретов, никого. Нам не нужны эти даже соборы никакие. Мы никаким соборам не можем покориться. Я на эти соборы смотреть не хочу. Зачем? Впереди правила прошли Вселенские соборы. А эти для меня, они даже копейки не стоят. Как о вакууме, говорит, плюю и сморкаю на них. Чего ради я буду смотреть безбожников? Они вопреки Вселенских соборов голос подняли. А может быть они не поднимали, сегодняшние придумали. Откуда я знаю? А если будет Вселенский собор 8-й, и он отменит все соборы предыдущие? Не отменит никто. Потому что написано 2-й Вселенский собор, это 6-й Вселенский, 2-е правило. Сии слова изрекли трубы Духа Святого. Все. И к ним не добавить написано, и не убавить. И достаточно того, что уже 1300 лет никто не добавил ничего. 1300 лет опробировали, проверили. Проверили. Там были знатоки похлеще наших. Аристид, Вальсамон. Такие были, которые знали все. Это толкователи. А Златоуст он где-то в соборах участвовал, да, или нет? Не участвовал никогда. Он был насильственно, можно сказать, предан смерти в 407 году. Вот так. Да, видимо не в 407, а в 507 году. Это 5-й век уже захватил, 4-го века. Так, кажется, надо посмотреть. Там уже проводились соборы, по-моему. Все, нет. Он не участвовал. Нигде не написано про это. Ну там святые участвовали, правильно, в соборах? Ну, святые они, которые мы не знаем. Святые они не святые. Но есть люди канонизированные. Как Спиридон Тремифудский, Никола Чудотворец. Таких много там находится. Зачем бы я поднимался там, где уже Дух Святой проявил себя? Вот я ни разу, нигде не покусился на высокое для меня недосягаемое. Я сказал, смирись, душа моя, как дитя тебе перед отнятием от груди. 130-й псалом. Я легко прожил. И легко мне стоять в истине. А меня называют там эритиком, там сектантом, протестантом. Меня это не касается, как называют. Иисуса называли Вильзиулом, там этого силы. Это ничего не меняет дело. Апостолы Павла говорили, пришли всесветные возмутители. Это они говорят. Но я этого не говорю. Мне дано знание, вера. И я это показываю. Мне не дано повеление. Его обязательно доказать и опровергнуть. Я ему должен засвидетельствовать. Для свидетельства. Я это сделал. А вы сейчас не примете. Ну и все. Не примете. Это вы ваше избрание. Ваш урок. Ваша подпись. Ага. Понятно. Понял, Владимир Тихонович. Все, да? Так, и где-то мы будем уже ближе к апрелю. Я вам буду посылать маршрутки. Как ехать, что брать. Все подробно будет сказано. На машине никак нельзя до вас добраться? Машина это лучше всего. На машине если ехать, ну до Барнаула прямая трасса. Вы записывайте. А из Барнаула ехать трасса на Мамонтово. На Мамонтово. И вот от Барнаула будут километры идти. И там будет 73. На правой стороне написано 73 километр. 73 километр. И там около 73 километра съезд вправо. Вправо. Вправо сверток. А дальше там видать будет высоковольтная линия. Дорога подведет по высоковольтную линию. И она дойдет до железной дороги и пересечет ее. Ну а там уже надпись Потеряевка. Там роща впереди дорога. От переезда, я не знаю, километров, наверное, 6. До бывшего разъезда 4 было. И все. На машине это делать нечего. Там трасса. От трассы 16 километров всего. Проселочной дорогой. А тут официально, я не знаю, это федеральная трасса или нет. Игорь Тихонович, я вот постоянно молю Бога, чтобы вы нас не покинули раньше времени. Чтобы я успел вас застать и научить, чтобы научили многому. Ну как Бог даст. От меня это не зависит. Я стараюсь. Прошу Бога. Я вам дал слишком много. Слишком много. Передержите это. Запомните, никогда не спорьте. Первое. Знайте истину, возвестите и сразу отходите. Это еретики, которые спорят с истиной. Их после первого-второго разумления отвращаются. Они самоосужденные. Ты им ничего не доказываешь. Попы самые настоящие еретики в данном случае. Они воюют против таинства. Вот они венчают и венец на голову не надевают. Спроси, какое же это венчание-то? Если человек получил лавровый венок, его на голову надевают. Это в коммунах, да, где-то написано? А в церкви они вот, когда, с какого года, никто, я не знаю. Но это оттуда пришло, видимо, с Украины. Пакость такая. А у старобрядцев как? Полный, как и всегда, венец надевают на жениха и невесту. А тут нету. Венец надевается. Они держатся сзади, кто-то идет. И придумали, что лишний человек идет. Я говорю, зачем? А чтобы не запачкали. Так, все, с ума сойти, главное. На голову надеть и запачкать. Так ты попроси, чтобы вымолись. Ну, надень там на голову ей какую-то косынку, платок еще дополнительно. То есть дурь, сплошная дурь. Дурные да безумие попы. Дурные. И где не посмотришь, так, за исповеди нету никакой. Рукой махнул, зашел и все. Безумие полное. Еще на них смотреть. Причащий антихриста. Мы так и должны на них смотреть. Когда они нарушают канонические правила. Будем держаться истиной. Вы никогда не бойтесь. Он стращает. У него никаких нет прав ничего сами сделать. Никаких. Вопреки канонов, у него нет власти. Это самодурство. Они мои книги разбирают уже сколько лет-то? Ну, можно за 13 лет-то меня было вызвать-то? Нету, нигде нету. Я прям напрашиваюсь. Собирались цензорские отделы в разных епархиях, в Почаевском монастыре. И все заглохло. А мне говорят, они что, самоубийцы, что ли? Понял. До свидания. С Богом. Ну-ка, выключай. Как получится, нет? Выключаем? Да. Давай попробуем. Нормально сбулькало. Почему в прошлый раз не пошло? Сейчас я посмотрю сначала здесь. Так зашло или нет. Вот. Вот автозапись. Вот сейчас мы посмотрим, записалось или нет. Здравствуйте, Гнат Тихонович. Добрый вечер. Здравствуйте. Ты с пальца понимаете, в чем дело? Да нет, ничего. Безбожники они. А они попы-безбожники. Просто которые так говорят. У них ни страха Божия, ничего нет. Их канонизировано. Хорошая запись. Смотри, вот она где. Опасно. И не надо было... Ошибки, заблуждения. Почему? Мне это не надо. Не бойтесь. Он стращает... Ошибки, заблуждения.